Всем привет из Нью-Йорка. Сейчас расскажу про экзамен техник стерилизации медицинского оборудования. Я со второго раза сдал экзамен. Да, вот, я вот только со второго раза сдал экзамен. В России этим занимаются медсёстры. Как правило, это называется автоклав в больницах. Сейчас, может быть, какие-то изменения есть, я не знаю. В Нью-Йорке, в США, в принципе, этим занимается обученный персонал. Не медсёстры, не медбратья. Здесь это Нью-Йорк называется медбрат и медсестра. Нью-Йорк, это техник стерилизации медицинского оборудования. Стерилизация техник. А если аббревиатура, CRCST, если вам, может, о чём-то это скажут. В общем, экзамен длился 3 часа. И примерно полчаса на то, чтобы почитать инструкции к экзамену. Перед и после. Отзывы всякие написать. В общем, сам экзамен стоил 125 долларов. Вы приезжаете на назначенное время, выбираете время сами. Предварительно вы там регистрируетесь, отправляете ID-карту свою, у вас там проверяют, что вы реальный человек. В общем, ничего сложного. Экзамен стоил 125 долларов. И вы к этому готовитесь. Я первый раз не сдал экзамен. Понимаете, вы готовитесь читать информацию одну, а читаете вы на американском английском языке. Правила англий... О, английский. Американский. Простите, я уже устал. Сегодня перенервничал. И проблема заключается в чём? Если вы не знаете американский английский язык, то первый раз будет очень сложно и страшно. Я первый раз не сдал... Вы знаете, эти вопросы, они задают другими словами. Используя совершенно другие слова, которые я могу, например, не знать. Я и не знал первый раз очень много этих слов. Второй раз я уже... Вася умный, и я подготовился по-лучшему. И второй раз я сдал экзамен. Представляете, три часа сидеть, отвечать. Три с половиной. На 150 вопросов на английском языке. Когда вопросы составлены разными словами. Это было действительно очень трудно. Ну, теперь старая пластинка. Надо 400 часов практики. Я уже говорил. Я нахожусь в поиске. У меня теперь есть на это полгода. Если я за полгода... Если кто-то задаёт такой экзамен и за полгода не проходит 400 часов практики, это примерно два месяца работы по 8 часов в день, пятидневка, то экзамен аннулируется. Можно было сначала найти 400 часов практики, и потом пойти сдать экзамен. Но я решил сначала сдать экзамен. Ну, мне так проще. В общем, вот такие дела. Что бы я хотел сказать? Многие вопросы были просто на знание английского языка. И в этом и вся загвоздка. Если вы меня смотрите, и вы собираетесь учиться, обязательно учите английский язык. К сожалению, без знания языка экзамен сдать будет крайне трудно. Да как без английского языка сдать экзамен на английском языке? Сами понимаете. Честно говоря, я до сих пор в шоке. Я так отхожу. Я сейчас даже картину немножко начал рисовать, чтобы выплеснуть. Ну, я счастливый вышел туда, выпрыгнул. В общем, вот такие дела. Ну, сами понимаете, я в шоке. Преподавателю позвонил. Ой, написал. Она счастлива за меня, конечно же. Там много людей сидело. Все пришли на разные экзамены, как я понял. Это организация, которая проводит тестирование. Ну, в общем, вот такие дела. Потом я буду ждать ответа по электронной почте и по обычной почте. Ну, я уже видел надпись «Сдал». Пас. Если вы провалили, то пишет «Фейл». Провал. Это я в первый раз получил фейл. И, вы знаете, я до того там перенервничал. Я смотрю «Пас. Сдал». Я думаю, так. Зелененькая горит. Я думаю, может быть, маркером на руке написать, чтобы не забыть. Я думаю, что я с ума сошел уже. Потому что я действительно иногда, когда переучусь, перенервничаю, я прямо уже клинит просто. Я утром и вечером обрабатываю от облосения голову миноксидила. У меня очень хорошие результаты. Когда результаты будут получше, ну, у меня волосы продолжают расти. То я вам покажу фотографии до и после. Это действительно небо и земля. Какие минусы у миноксидила? Если вы начали этим пользоваться, то надо этим пользоваться всю жизнь. И там написано, что он от генетического облысения не спасает. Но у меня генетическое облысение, хотя он, если честно, помог. Значит, там было не только генетическое облысение. Ну, или, может, какие-то еще факторы сыграли роль, которые я не знаю. У меня, например, сейчас зрение начало улучшаться. Переезд, операции на глазах. Более хорошее питание, нежели в России. Люди в меня будут кидать тапками. Ну, да, здесь я питаюсь в США лучше, чем я питался в России. Хотя в России я был инженером, на руководящей должности у меня была неплохая зарплата. Но здесь я действительно питаюсь лучше. Здесь, в Нью-Йорке, в Америке, в принципе, еда более доступная, качественная. И кто в США ни разу не был, ну, давайте не спорьте, пожалуйста. А если кто-то был в США и говорит об этом, что в России еда лучше, я правда, я удивляюсь, как можно так говорить. Ну, ладно. Сколько здесь, только и мнение. Я вижу по себе, что у меня лицо улучшилось. У меня морщинки прошли. Прыщи, это у меня, они от сладкого. Я по субботам ем сладкое. Да, я простой человек, я грешен. Я знаю, что я грешен. Ай, ладно, ничего страшного. Прыщи, это у меня всю жизнь. Я даже знал, мне не нужно к врачу идти, чтобы, о, у меня прыщи, что мне делать? Я говорю, я знаю, это у меня от сладкого. Конкретно от сладкого. Если я съем что-то много сахара, у меня все это вылазит. А без сладкого у меня жизнь просто совсем не то. Так что, приходится выбирать. А, ну, что страшно, сейчас лето будет, пройдут. У меня здоровье улучшилось. У меня плечи, шеи и стали. Я хожу в спортзал. У меня колени прошли. Здесь, в США. У меня морщинки даже прошли. У меня вот здесь вот были морщинки, я же это помню. У меня они тоже прошли. Кожа улучшилась. В общем, все от питания зависит. От питания, от экологии. И еще от нервов. В общем, такое было лирическое отступление. Можно кидать меня тапки. Я говорю о себе, я служу по себе. Но что здесь на распродаже, если она нас по одному доллару? Частенько такие распродажи устраивают разные магазины. Я иду туда-то. Распродажа. Там что-то клубника по 50 центов за 450 грамм. Ну дешево же, дешево. В Магнитогорске, в элитных магазинах, что-нибудь типа Метро, там где отдел с клубникой, с ягодами. Зимой она там стоит баснословные деньги. А на вкус, сами, я думаю, пробовали. Пробовали? Я там покупал зимой. Не хочу ничего говорить. Какой она на вкус в России зимой клубника. Я не буду говорить. Напишите об этом вы. По чем она там, кстати, сейчас клубника зимой? Я же говорю только о своих вкусовых пристрастиях. Ну, я не был в восторге, честно. Ну, я не инспекция не сдавал. На инспекцию в лабораторию я не сдавал. Может, кому-то она там нравится. Если вы считаете ее очень вкусной, то ладно. Здесь, в Нью-Йорке, клубника, разумеется, она разных сортов. И подороже есть, подешевле. Но за 50 центов очень даже неплохо. Знаете, в Магнитогорске клубника зимой стоит дороже, чем мясо. Летом она тоже дороже, чем мясо. И она иногда бывает, клубника в Магнитогорске летом такая кислая, что... Просто, знаете, как будто лимон съел. К сожалению. Но там жимолость вкусная, кстати, в Магнитогорске. Я нигде больше ее не видел в мире, жимолость. В Краснодаре, говорят, она дорогая жимолость. В Магнитогорске она чуть недорогая была. В общем, ладно. Я думаю, по мне видно, что здесь питание намного лучше. Мне 36 лет. Мне 36 лет. Я к косметологу ни разу в жизни не ходил. Я думаю, это заметно, что я ни разу в жизни к косметологу не ходил. Ну вот. Ладно. Такие дела с вами был Вася из Нью-Йорка. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока. Продолжение следует...